Все, что вы увидите в данном ролике, сделано исключительно профессионалами-отморозками, которые долгое время все подготавливают и делают все специально, отведенным для этого места на гоночном треке. Ютубчик, блин, родненький, 18+, по-братски от меня, и не надо его ставить. Не повторять увиденные в видеоролике может быть опасно для жизни. Здорово, родненький, как ты нахуй? Нормально нахуй? Михаила называть, брат? Вы на канале Литвин, дорогие друзья. Всех приветствую. Рад вообще видеть вас. Как бы нормально все. Давно не виделись на самом деле. На это были веские причины. Я был на Мальдивах. Брат, извини, пожалуйста, я чуть-чуть ударил жилой. Я просто был, когда с утра просыпаюсь, у меня ебало облазит. Я, короче, его кремом постоянно мажу, из-за этого у тебя пятно тут такое нахуй. Короче, дорогие друзья, я бы не хотел, наверное, затягивать. Вы по названию ролика поняли то, что это долгожданный ролик, вы все просили. Наверное, каждый раз из ролика в ролик до комментариев, до несколько, до десятки, до сотни, можно найти, где вы просите, бля, а что с историей про Запорожец? Почему ты нам не рассказал вообще? Что вообще с ним произошло? Всем интересно, все ждали, и сегодня ролик про этот самый Запорожец на самом деле. Вот, почему я не хочу никаких интриг тянуть, их и так тут будет достаточно. Идея на ролик на самом деле такая прикольная, масштабная, как всегда. Да и сам проект выдался очень масштабным. Почему затягивать не хочу? Потому что, короче, у нас минуса, уже сейчас снег пошел, а у меня нахуй две ворсинки на голове осталось, бля, я ж лусею, это все пизда, брат. 22 года, все, все коту под хвост, нахуй, понял? Все бальзамы, понял, которые меня с детства учили помазать. Все пиздец. Тут такое дело, дорогие друзья, то, что два с половиной года назад я приехал в Подмосковье, и за 70 тысяч рублей, если мне моя память не изменяет, я отдал вот так вот человечку, и мне отдали зеленого лягушонка. Тогда именно так мы его прозвали, короче, лягушонок, он всем вам понравился. Чтобы вы понимали, два с половиной года я эту машину не видел вообще ни слухом, ни духом. Даже картинку, даже фоточку не видел. И все это время она была в работе. Короче, рукастые пацаны извивались, понял, шурупами, гайками, там, понял, исполнения разные делали, там, понял. Ну, короче, из него сделали что-то нереальное. Поэтому не будем томить прямо сейчас. Посмотрим. Клянусь, мне очень интересно. Все, вы сейчас на заднем плане можете увидеть красную машину, скорее всего. Операторы, которые идут снимать все это. Да. И меня, человека, который даже не представляет, что из этой машины смогли сделать. Сколько сил. Сейчас ужас просто выезжает. Не ужас, на боеху. Мы хотели сделать 350-400 сил. Ну, помнишь? Брат, 350-400 сил, я думаю, на нем сделать невозможно. Исключительно из того, что из-за его размера, во-первых, я хуже знаю, как туда засунуть можно этот мотор, просто 350-400 сил. Но это пришлось бы вообще, понял, расширять, я не знаю. Это он звучит? Да. Не поворачивайся. Чего? Не смотри. Я хочу посмотреть. Не смотри. Чего там, чего там? Я просто мечтал дать боком на корче. Это просто моя мечта, брат. Но, чтобы вы понимали, сегодня не только в этом идея. Сегодня есть еще одна идея, ради которой мы даже реанимацию сюда безвели. О, ой... Йи... Я-я-я-я... Тррррррррррррррр! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как ребёнок, брат, брат. Блядь! Ёбану, чё... Я забыл, где тормоз прийти, не смог на тормоз слышать. Я чё слышу, охуя? Мы не на автомате, я понял. Это очень тяжело! Ну это еба охуенно! Она просто ебанутая дрянь! Слышишь, подожди, ты сказал, насколько она шире, там на 20, ну по-моему тут вообще на сантиметров 40 она шире. Ну с каждой стороны по 20. Вот, с каждой стороны по-моему. Охренеть, она на полметра шире стала, прикинь. Да, ребят, к сожалению, короче, мы выбираем самую лучшую погоду для наших съёмок, понял? У нас сегодня, ну типа вообще, трасса полностью мокрая, ещё и минусовая температура сегодня. Но это вообще максимально отрицательная погода для дрифта. Чё, сила, да? Знаешь, ты как? Перед тем, как перейдём, наверное, к самому интересному, что я хочу сегодня замутить с этим запором, я бы, наверное, хотел сказать вообще и представить людей, чьих рук это дело. Два с половиной года плодотворной работы. Комедик, брат, давай, да, заходи и зови всех, кто причастны, брат, к этому чудушку. Пацаны, приветствуем вас на нашем канале. Залетели, да? Залетели, аккуратненько. Короче, два с половиной года назад. Давайте поправлю. Так. Мы с ней работали год, два с половиной года назад идея была. Да. Да, лично, потому что вы там тюнинг делали, музыку ставили, это мы к ним не относимся. Конкретно для дрифтовой истории мы её взяли в ноябре машину. Хотя договаривались летом, просто у нас РДС, мы на РДС выступали. И вот в ноябре взяли, по сути прошёл год, и вот мы её сделали. Обещали быстрее, правда, но нам не получилось. Обещали вообще принять две недели, говорят. Да, две недели и машину другое обещали. Короче, вы мне хотели вообще другую тачку выдать, да, в моменте? Да, да. Ну, честно, мы изначально договорились о простом. А по ходу пьесы уже, блин, зачем простое там, ну, чё он, какие эмоции испытает, ну, не знаю. Вот сделали вот это. Нет, сегодня я не могу передать. Брат, прикинь, при том, что сегодня вот вообще вот такая погода, холодно, блядь. Ну, мерзко просто даже стоять на улице. Я не знаю, когда я её увидел, я это чузо и понял. Просто, знаешь, реально вот такая, ты же вываливаешь нахуй. Кому выебать нахуй? Рум-турчик, давай, оформим, брат, наверное. Туто, JZ первый, два с половиной объем, да? Да, да. В VTI там все дела, особо не разбираюсь. Но турбина, все дела, кастомные амортизаторы, кастомные подвески. Смотри, рычаг, один рычаг, кто разбирает, я не знаю. И вот, брат, вот эта, наверное, тема, которая вот эта стоит, я, честно говоря, не шарли, но мне кажется, она ебать должна быть сильной, не вот эта? Она знаешь для чего? Она очень плотная нахуй. Да, это чтобы у тебя колесо выворачивалось сюда. Вишь, ничего нету, кроме одного рычага. У тебя колесо тут стоит. Ага. А на обычной машине там три рычага бывает. Такая история. Здесь полностью разработана платформа новая под Запорожец. Потому что вот эти, видите, крепления, это все, это же не просто мы с потолка взяли чертежи. Я еще в начале ролика сказал, типа, засунули, блядь, не знаю, 400 сил в запор. Да, да, прямо угадал. Это, типа, что нужно сделать, понял, чтобы туда запихать это все? Слушай, брат, объективно, вот если ее продавать, да, вот, ну я ее не собираюсь продавать, но давай вот так вот, просто представим, какая бы у нее была рыночная стоимость. Да, если к нам обратятся, скажут, сделай такой запор. Вот так, да, если разум. Да, да, вот именно такой, я скажу, не менее 6 миллионов. Реально? Да. За 5 500 даже никто не будет делать. Я, нет, так же, если смотреть, даже просто если во внутряночку вот так вот заглянуть, я понял, я вот такой человек, который очень любит, понял, чтобы все было эстетично, понял, аккуратно. И вот пацаны, я могу так сказать, даже не то, что угадали, да, а вот просто своим отношением к работе подтвердили это, вот. И наглядно тут видно то, что реально очень все красиво и аккуратненько сделано, реально прям ебанутейшее отношение, брат. Вот этот ручник, это производство тоже российское. Я сорю, вот это, да? Да, да. Очень, брат, красивый, честно. Это из алюминия вырезанное. Вот это фаервол, посмотри, сделали, заморочились, даже стеклышко поставить туда. Почему фаервол, потому что он защищает от огня. В дристе, во всех корчах, бак это опаснейшее место, он часто взрывается и так далее. Поэтому, чтобы огонь не нанес вреда водителю, делается вот это фаервол. То есть даже с этим, да, заморочились, по сути? Да, да. Если, не дай бог, что-то произойдет, то все четко будет. С этого нельзя регламент. Тебе нельзя ездить, даже вот в коротких рукавах нельзя. У тебя должна быть огнестойка одежды. Ага. Самый ширм этой машины сохраняем. Вот эту кнопку нажимаем. Что происходит, Нинар? Попадаем багажник и попадаем сюда. Опа. Аккумулятор, подвеска. Вся подвеска, в принципе ничего. Это вся подвеска, вот это железо, это разработано чисто на него. Разработано чисто вот этим пацаном. Знаешь что, брат, у меня, знаешь, какие сразу эти, как его, отсылки, знаешь, к чему идут? Как будто мы в ебанутом будущем, где общество развалилось, понял? Мэд Макс, во, Мэд Макс. Ты попозже убедишься в этом. У нее есть вторая стадия. То, что сейчас я ездил, это не было? Это стыд один был. А тут какой еще? А есть стыд два еще. То есть мы сейчас жестко как-то удивимся, да? Возможно, да. Смотри, стыд, стыд, стыд. Вот так. Вот так на Жиге надо ехать. Угорелый, да? Ля, интересно, конечно. Не знаешь, что делать? Снимай, я и машины. Нет, ну вообще, раз. Что ж? Ебать! Что? Склянусь. Ты что? Это наши? Да, да. Это, это о нас в смысле? Что, смотрю? Ну это уже... Нет, нет, нет. Брат, ну ты сейчас охунеешь. Все, давай, поворачивай. Гнида просто ебать! А это что, томатный сок забыли, пацаны? Короче, это расширитель бачок антифриза. Он просто исполнен в таком классическом дизайне для корча. Не переживайте, она приклеена. Все рассчитано. Это просто дизайнерское решение. Я думал, нихуя томатного ебать. Минус 200 килограмм, плюс 50 лошадей. И немножко она по-другому едет. Правда, помоги застегнуться. Ты ж ты пидарас стал. Помоги застегнуться. А я помогу так сделать. Вася, это в натуре, по-моему, безумный Макс. Безумный, брат, Миша. Твоя отсылка? Да, да, да. Ну что, родные, пошла нахуй! План налево! Глазо! Ау, кто. Ухай! Плf! Плф! 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 Ебать, брат, это пизда, это чё за пизда? И просто чисто на флай долетел, но на тот чуть-чуть конца. Голесо вывернул, я думал, она сломалась. Бля, вот знаешь, вот эта охуенная штука? Да. Смотри. Разгоняюся, даю ручника и пошла. Да бля! Чё делаем? Назад ее надо сейчас тянуть. Сейчас, брат, просто рок-н-ролльного дрифта чуть-чуть навалим. Поехали, холодно. Готовы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и всё, брат. Мы сейчас покатались, да, кайфанули. Нам нужно к какому-то логическому завершению прийти в этом ролике. Илёх! Давай, выстраивай! А чё выстраивать? А? Чё выстраивать? Сейчас, брат, поймёшь. Ну давай сразу договоримся, какое бы задание для тебя там не было, раз уж уж с такой работой справились, брат, долгое, то под финалить нужно будет красиво. Договорились? Давай, давай. Полный газ какой-то. Вот как раз сейчас нужен будет полный газ, брат. И реанимация. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, брат, смотри, монумент стоит. Тебе нужно разогнаться, ебануть ручника плотно, на хорошей скорости. И боком сбить всю эту конструкцию. А я подпрыгнуть должен над лягушонком. Всё чётко будет, я тебе отвечаю. Хотя бы всё, что нужно, это набрать хорошую скорость. Потому что чем наоборот меньше скорость, тем опасней. Потому что у меня должен быть хороший запас, чтобы ты успел уехать. Понял? Перед тем, как я приземлюсь, соответственно, либо на лягушонок, и он меня раскрутит нахуй с домашками. Либо на землю я приземлюсь. Первый раз было лучше. Предыдущий был хороший. Понял. Короче, Гоми сейчас пробует тестовые варианты, как он будет пролетать и сбивать монумент, на котором Миша будет стоять. Ну, мягко сказать, блядь, сейчас очень страшно, потому что у него, получается, ну, там, из пяти попыток там, ну, одна. Короче, страшная хуйня на самом деле. Ну, что, брат, по эмоциям сделаешь? Блин, он под такие вещи подписывает, блин, я не знаю, чужая жизнь-то, не знаю, тело. Мне легче там самому становится, чем вот это делать. Согласен. Не знаю, внутри, блин, штучит сердце даже. Может, еще парочку? Он-то, он-то еще прожарен, он эти вещи делал. Я вообще, ну, не знаю, пережить такие вещи буду. Сразу ответственный человек, вообще, блин. Нормально? Да. Потому что отсюда сюда заходим. Да, да, да. Все, просто делаем. Давай. Бля, мне очков, на самом деле, я просто никому не показал этого. А так я вахуй, пизда. ДАВАЙ, РОДНЫЙ, ЕБАЖ! ДАВАЙ, РОДНОЙ! ДАВАЙ, РОДНЫЙ, ЕБАЖ! ДАВАЙ, РОДНЫЙ, ЕБАЖ! ДАВАЙ, ПИЗДА! ДАВАЙ, ПИЗДА! Брат, все идеально, да. Тормознём похуй, просто Гамидас с его командой, думаю, поблагодарим просто за такой экспонат, за то, что нам сделали, и всё, и тормознём ролик. Потом думаю, бля, ну куда, ну я ж потом буду себя грызть, нахуй, год минимум, я тебе говорю. Да я что, я сам потом себя выгрыз. Я уже, в момент, когда я подъезжал, два метра осталось, уже как будто глаза накрыли, и газ ещё светлый, ты услышал? Да, конечно, конечно. В итоге боком выставил он её? Да, да, да. Короче, дорогие друзья, как-то так получается, что у меня теперь плюс один в гараж, вот такой вот зверёк, аккуратно начудили в конце ролика, вот. Но тем не менее, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр ролика, по классике вам скажу то, что комментарии от вас, по ролику сам, да, ваше мнение, соответственно, если вы заслужили хотя бы минимально палец вверх, то обязательно его поставьте, это самая вообще максимальная поддержка, какая может быть. Ну, типа, потому что вы двигаете ролик, вы даёте развитие нашему каналу, мы стараемся всё чаще для вас делать пиздатый масштабный контент, и отдельно хотелось бы сказать спасибо, реально. Я, на самом деле, очень редко мне встречаются люди, с которыми вот так вот можно было посотрудничать грамотно, и которые вот реально сделали работу не просто от души, а вот реально, вот как Гамит грамотно сказал, как будто сына своего, понял, вот так вот построили и отдали мне, короче, понял, переписали сына на меня, короче. Парни, от души вам тоже огромные. Смотрите, ребят, у меня сейчас будет огромная просьба к моим зрителям. Я хочу, короче, чтобы сейчас каждый из вас, кто смотрит этот видос, реально очень круто поддержал парней. Почему? Потому что давайте мы ещё раз взглянем, вот просто посмотри, брат. Ну, реально, ну это же произведение искусства, вот реально. Я не могу тоже ничего сказать, это вот просто понял, хочется каждый день приезжать и хасанить на ней, на нём, на лягушонке. Короче, у ребят есть свой инстаграм, они занимаются там дрифтом, тачками, привозом, короче, бля, они просто, ну, короче, машины в своём деле, и хотелось бы, чтобы каждый из вас их поддержал и перешёл по ссылке в описании, подписался на парней, дали им такого хорошего буста, не надо такого грамотного поджопника, чтобы пацаны полетели, короче, в космос, чтобы их инстаграм начал развиваться, потому что то, что они сделали, реально, ну, сегодня все, кто присутствовал здесь, я думаю, все кайфанули, также по ту сторону экрана, я думаю, вы побалдели вообще, что за аппарат. Ну, и чтобы, дорогие друзья, вас замотивировать, короче, есть аналог этой тачки, она чуть попроще, но все те же вещи на ней прижелание можно исполнять. Они сделали жигу, давай тоже, мы все любят про рыночные стоимости говорить, примерно рыночная стоимость этой жиги какая? Которую мы делали? Да. Это жига примерно, ну, миллион триста-четыреста, ну, с себестоимостью, то есть я... Это себесто? Да, я отдал за запчасти, за работу, это вот такая... То есть целом, если продавать, ну, типа, минимум, там, ляма-два, типа, ее отдавать можно. Ну, да, да, такая тема есть. Короче, жига, которая тоже дрифтит, она тоже сумасшедшая, один из вас просто может ее забрать, поэтому уверенно, газ на парней, ссылочка в описании. Вы пока подпишитесь, а ребята все условия расскажут у себя в инстаграме, правильно? Все, следите за их сторисами, просто переходите, и они все, как бы, расскажут. Поэтому, ребят, палец вверх мне на канале. Ебаный. Вот, от души я сегодня, ну, знатно кайфанул, поэтому встречайте, все, теперь в нашей семье, дорогие друзья. Теперь, короче... С ним будет много, как по контейнеру, улебалка. А так, что, продолжаем делать мировушечку, мировалитарочку. Ой-ой-ой. Субтитры создавал DimaTorzok